Добрый вечер дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы День Люди события сегодня говорим о событии 22 декабря. В Румынии свергнут коммунистический режим Николая Чаушеску. 22 декабря 1989 года, спустя неделю после начала в Румынии антиправительственных волнений, был свергнут авторитарный коммунистический режим Николая Чаушеску. В Румынии существовал культ личности Николая Чаушеску. Судя по многим свидетельствам, Чаушеску и сам искренне верил в собственную популярность среди народа. Правление Чаушеску характеризовалось активным внешнеполитическим курсом, который отличался от курса других восточноевропейских стран. Чаушеску выступал с осуждением вторжения в Чехословакию в 1968 году, а также ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. Он не поддерживал советских обвинений в адрес Китая, сохранял хорошие отношения с Израилем, США и странами Западной Европы. Чаушеску бесконтрольно брал кредиты у стран Запада, что довольно быстро поставило экономику Румынии на грань коллапса. В попытке исправить ситуацию в стране был проведен референдум о законодательном запрете на привлечение иностранных кредитов. С 1980 года выплата долгов по кредитам стала главным приоритетом экономики Румынии. В результате к 1989 году Румынии удалось рассчитаться практически со всеми западными кредиторами. К этому времени страна, по некоторым оценкам, стала едва ли не самой бедной страной Восточного блока. Это привело к народным волнениям. 17 декабря 1989 года Чаушеску отдал приказ секуритать и вооруженным силам стрелять в демонстрантов в городе Тимишари, что послужило поводом для начала народного восстания. Спасаясь от многотысячной толпы митингующих у телецентра в Бухаресте, Николай Чаушеску бежал из столицы со своей женой Еленой на вертолете. Затем они продолжили бегство на автомобиле. Однако вскоре в небольшом городке Терговиште их задержали боевики армии пришедшего к власти оппозиционного фронта национального спасения. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.